Стратегический привет всем Жеушикам, а также примкнувшим к ним. Вы слышите Алексея Халецкого, значит вы на канале Леша Играет. И я решил сделать обзор вообще всех дополнений, которые вышли к Anno 1800. Скоро, я уверен, различные скидки будут, и многим захочется прикупить себе дополнительного контента к Anno, или вообще кто еще не играл в Anno 1800, посмотрит, что тут есть. Я хотел только про последнее обновление Земля Львов рассказать, но понял, что про предыдущие я не рассказывал, и как раз сейчас будет очень в тему, когда вышли все два сезона дополнений, вот рассказать о том, что в них есть, каждое дополнение что дает, и вообще нужно ли вам это. Сразу отмечу, что вот есть еще такие дополнения, красивые всякие здания, ну, они на геймплей никак не влияют, это чисто, вот это дополнение чисто с квестами, тоже никак не влияющее на геймплей, это просто всякие красивые эти парк развлечений, праздничный набор, набор огни городов, это чисто визуальное дополнение, никак не влияющее на геймплей, на механики игры, поэтому, ну, я их не покупал, мне такое неинтересно, тут, по-моему, даже обозревать нечего. Начну, пожалуй, с последнего дополнения Земля Львов, что в нем добавилось. В первую очередь, дополнение Земля Львов дает нам новый континент, новый регион. Когда вы достигнете ремесленников в развитии своего поселения, то у вас будет доступна экспедиция в Землю Львов, там пройдете ее, там такие уж сложные квесты, и вот откроется новый регион, где есть огромный большой остров, который вы будете помогать развивать вместе с императором этого места. Три маленьких острова, которые вы там будете постепенно выполнять. Тут очень много квестов, ну и все остальное. В общем-то, еще острова для развития. Вот эта Земля Львов очень похожа на Анно-1404. Тоже засушливые земли, тоже надо орошать, только немножко по-другому, вот прокладывая такие акведуки с водой. Называются водяные насосы и каналы. Два уровня жителей, пастухи и старейшины. На развитие вашего основного поселения, развитие Африки, я буду так называть, никак не влияет. Старейшины нужны только что получать очки науки, чтобы можно было в университете открывать и создавать много всяких дел. Это, собственно, вторая большая вещь, которая появляется в этом дополнении. Давайте перейду на мой основной остров. Вы можете построить, во-первых, исследовательский институт, во-вторых, дома для ученых. В общем-то, ученые здесь все африканцы. И вот вы будете еще удовлетворять потребности ученых. И именно, собственно, для ученых нужны некоторые товары из Африки. Вот, например, похлебка из морепродуктов из Африки, а для костюма требуется шкура животных, по-моему, из Африки, которые доставляют. Для чего нужен исследовательский институт? Опять же, для просто упрощения вашей жизни. Вы теперь можете создавать абсолютно любые вещи, которые до этого вы, например, находили по квестам или по всемирной выставке делали. То есть, постепенно вы тратите очки ученых для того, чтобы эти вещи идентифицировать. Потом вы можете развивать. Также есть так называемые научные открытия, которые тоже делают вашу жизнь проще. Например, вы можете перенести нефтяной источник в пределах острова. То есть, это намного проще, чем делать несколько мест по добыче нефти. Хотя, к сожалению, он стоит 10 тысяч очков науки и вы переносите действительно только один источник. Потом заново приходится все делать. И обратите внимание, что тут еще потребуются инженеры, для того, чтобы это все работало. Скорость открытия, создания регулируется. Вот, собственно, отправка инженеров. То есть, чем меньше. Видите, 51 минута, а так уже 31 минута делать. Поэтому мне пришлось на этом острове, как бы мне не нужны были инженеры, и я забил на это дело особо. А тут вот мне пришлось создавать целые кварталы инженеров, а не инвесторов, например. И все это делать. Тут, кстати, есть некоторые вещи. Вот я, например, полностью собрал уже артефакты в музее. Так вот, некоторые артефакты, например, вот этот... Сейчас найду какой. Вот этот ковчег завета, например, он только в исследовательском институте создается. Вы не можете ни в экспедиции его найти, ни по квестам, только в исследовательском институте. То есть, чтобы создать, например, полностью музей, собрать, вам исследовательский институт все равно придется построить. Ну, по-хорошему, это чисто вот упрощение жизни на поздних этапах игры, когда вы уже точно тут всё собрали, всё повидели. Видите, у меня миллиард денег собрал, я просто... Дальше, кстати, не идёт. Вот добирается до миллиарда, когда... И всё, дальше не увеличивается ничего. Больше миллиард скопить нельзя. И когда вы хотите там какие-то музеи собрать или ещё что-то, то вот это, конечно, must-have. Теперь по порядку о других дополнениях. В первом сезоне было три дополнения. Затонувшее сокровище, Ботаника и Вальдах. Затонувшее сокровище. В затонувшем сокровище нам дают новый регион. Мыс Трелони или Трелани. Опять же, когда вы достигаете уровня ремесленников, то открывается экспедиция, там вас королевский... Королевский чувак этот зовёт, что говорит, королева пропала. И вы отправляетесь вот в квест, и там надо найти королеву по её стопам. Приплываете в этот регион мыс Трелани, и вам дают вот такой огромный остров. Он всегда генерируется одинаково. На этом острове есть вообще все ресурсы. И вам надо как бы новую столицу здесь создать. Именно под неё есть ачивка в 50 тысяч жителей. На меня тут даже, по-моему, больше живёт. Да, тут уже 60 тысяч уже живёт. Ну, ещё квест выяснить королевские предыдущие битвы предыдущего короля. И самое главное, что тут ещё добавляется, это возможность искать сокровища под водой. Вам дают вот такой кораблик под названием Келлектор. Он у меня сейчас в другом регионе. Вы его тоже постепенно развиваете, и вы можете что-то искать под водой. Ведь тут у вас... Вы сами можете найти, можете покупать карты, кстати. Или находить их в экспедициях, карты с затонувшими сокровищами, их доставать. То есть есть много, много всяких вещей, которые достаются только из-под воды. Ну, или не только из-под воды. Вот, например, так, экспедиция. Вот, погружение водолазного колокля. Вот это кольцо Лунгнибела можно, видите, найти с помощью карты в Гиперборею. Вот явно все морские кракен. Кракен, вот, находится яма кракена, гнездо Кукаматса, место обитания Мегалодона. Всё это находится на разных картах. То есть такой дополнительный механизм нахождения сокровищ. Ну, по-моему, самое основное, здесь вот этот вот огромный остров. Если вы хотите построить действительно огромное поселение, то, конечно, это дополнение вам необходимо. В сетевой игре его лучше отключать, просто потому что этот остров, он всё равно один. И тут, кто-то первым на него приплывёт, в сетевой игре тут получит очень большое преимущество. Ботаника. Дополнение ботаника чисто для коллекционеров. Потому что оно добавляет только вот ботанический сад и музыкальные павильоны для других, вот, для музея и для зоопарка. То есть, собственно, если вам не интересно вот это всё дело коллекционировать, то, я думаю, это дополнение вам нафиг не нужно. Кстати, почему-то вот здесь у меня, видите, вопросительные знаки. Я так и не узнал, что здесь вот можно собирать. Это не то, что я ничего не нашёл. Это просто вот, видите, недоступно. Я не знаю, почему это недоступно. Во льдах. Последнее дополнение из первого сезона под названием «Во льдах» добавляет ещё один регион, Арктику. В общем-то, понятно, что это связано с зимой. У вас тут два типа поселения будет. Согревает. Техники и, значит, исследователи, а потом техники. Сложность здесь в том, что вам надо прокладывать отопление постоянно и поднимать уровень здоровья. То есть тут не только пожары могут происходить, но и, видите, в станции рейнджеров два ползунка и пожаров, и вероятность арктического гриппа. Опять же, никакие вещи из Арктики не нужны по-хорошему на оригинальном острове, в вашем оригинальном поселении. Тут только вы можете улучшить своё положение. То есть только в Арктике строятся дирижабли, аэростаты. Это самые быстрые юниты в игре. Они, правда, не могут стрелять. Это не военно, они только по перевозке грузов, но зато самые быстрые. То есть это действительно стоит сделать. А во-вторых, в Арктике добывается газ. Это замена нефти. И, например, сейчас я покажу... У меня, по-моему, стоит несколько газовых электростанций. Вот, например, вот она. Да. То есть газа как бы требуется меньше. И самое главное, вам не надо прокладывать железную дорогу для того, чтобы нефть развозить по нефтяным электростанциям. Ну, на самом деле, я посчитал, что у меня с газом больше возни, чем с нефтью. У меня нефть немерена. У меня весь этот город всё равно спокойно отапливается. Видите, и нефти у меня дофига в любом случае. Я, по-моему, только две... Да, вот, раз и два. Две электростанции поставил и забил на это дело. Поэтому, в принципе, не особо это важно. Ну, вот, аэростаты действительно удобно. То есть они очень быстро переносятся из одного региона в другой. На них удобно всё это перевозить. Хотя, кстати, они тоже зависят от ветра, как ни странно. То есть если вот эти корабли, более современные, уже плавают вне зависимости, куда дует ветер, то аэростат по ветру и против ветра есть влияние скорости. Ну и, конечно, там есть история в этом новом регионе. Как и в любом новом регионе вы туда прилетаете, выполняете квесты, там, вы ищете пропавшую экспедицию. То есть, в принципе, да, большое интересное дополнение. Во втором сезоне, кроме земли львов, ещё было величие власти и новый урожай. Величие власти. В общем-то, дополнения из второго сезона, они в основном про то, чтобы тупо делать нам удобно, чтобы мы меньше занимались каким-то микроменеджментом. Величие власти добавляет вот такой дворец, административное здание, в котором открывается пять министерств, и вы можете всякие акты принимать. То есть, акты открываются по мере того, как увеличивается привлекательность вашего города. То есть, вот по этой шкале постепенно идёт вот так вот открытие, вы сможете принимать эти акты, то есть, это не сразу доступно. Более того, когда вот полностью эта шкала заполняется, вы можете увеличивать величие. Вот у меня, видите, уже пятого уровня престижа. На самом деле, постепенно идёт до первого уровня. Когда это полностью всё откроется, вы начинаете ещё, 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 и вот где-то до пятого уровня престижа, это увеличивает выхлоп от дворца. Кроме того, количество его крыльев, видите, у меня 52 построено. Это зависит от количества жителей в городе. Ещё два крыла я смогу построить, когда я доберусь, видите, до 92 тысяч жителей. А зачем нужно эти крылья строить? Чтобы радиус действия дворца увеличился. Но у меня сейчас он, по-моему, действует на весь город уже абсолютно. Тут можно смотреть. Вот у меня акт принят. Это в Министерстве городского развития я взял снижение потребности во всех типах еды на 30%. Работает, правда, только... Ну, тут вы видите, в радиусе ратуши. То есть в тех домах, которые не входят в радиус ратуши, там не снижается. Дальше. В Министерстве культуры у меня принято то, что модуль музея... Ну, тут написано, что модуль музея даёт 10 очков влияния. На самом деле, лучше это сказать, что он просто не требует очков влияния, просто потому что каждый модуль тоже 10 стоит. Получается, у меня все модули музея без траты очков влияния построены. В Министерстве труда на 50% выше производительность за счёт снабжения электричеством. Ну, по-моему, тут у меня ни на что не действует, просто потому что у меня нету рядом... То есть у меня на этом острове нету практически производства. Хотя вот тут вроде... Это ты, да? Самый сложный. Вот, кстати, вот тут не действует. Это... А, рядом с профсоюзом, видите? То есть мне надо поставить профсоюз, что это начало работать. А вот профсоюзов нигде не стоит. Министерство благосостояния плюс 20 к зоне действия всех общественных зданий. Это круто. То есть, видите, оно работает, и у меня вот общественные здания начинают дальше влиять на те дома, которые... на которые они раньше не влияли. Ну, и, наконец, Министерство торговли. У меня принято, что скорость погрузки в моих портах выше. Но, опять же, работает только если есть портовая канцелярия. В радиусе портовой канцелярии работает. Кроме того, что вы... Во-первых, дворец вы можете только один построить, но на других островах вы можете строить... Как бы... Как это лучше назвать? Давайте я просто перейду туда, посмотрю, как оно называется. Да, вот он, Министерство местного управления. Можете строить Министерство местного управления. Тут, правда, только один акт вы можете какой-то принять определенный. Ну, вот видите, я принял плюс 20 к производительности зданий, расположенных вблизи профсоюза. А за счет того, что у меня еще и пятый уровень, это еще больше. На производстве требуется только 50% рабочей силы. Вот это 50% рабочей силы за счет того, что пятый уровень. К сожалению, вот эти Министерства местного управления вы можете построить только на европейских островах, То есть ни в Арктике, ни в Новом Свете, ни в Африке эта штука не строится. Ну, по-хорошему, это просто улучшение условий. То есть вы меньше тратите там рабочей силы, меньше денег и прочего. И прочего, прочего, прочего. То же самое касается дополнения большой урожай. Он добавляет, по-хорошему, только силосные башни и трактора. Новый урожай. И то, и другое в несколько раз увеличивает выхлопы ферм и животноводческих хозяйств без траты рабочих и каких-то денег. Силосные фермы вы можете поставить на любых животноводческих фермах. И за счет использования зерна выхлоп будет в два раза увеличиваться. То есть, видите, ну, у меня тут 240% за счет других всяких, но на самом деле будет просто 200. Это было 100%, а стало 200. То есть вам не надо две фермы, например, ставить. Поставили силосную башню и пошел дополнительный приток производства. Понятно, что надо будет, например, больше зерна ставить. В разных регионах разное требуется. На европейских островах зерно требуется. В новом мире требуется кукуруза. В Африке будет требоваться тефт, по-моему, называется как-то так. Но это не проблема вырастить и использовать. Выхлоп от силосных башен намного превосходит проблемы с постройкой еще дополнительного поля с зерном. Трактора еще круче. Трактора в три раза увеличивают выхлоп. Хозяйств. Вот у меня, например, виноград здесь. И вот трактор стоит. Когда есть топливо, то вы получаете 300%. Видите, плюс 200% производства. Да еще и рабочие силы требуются на 50% меньше. Силосные башни не уменьшают количество рабочей силы, требуемой при добыче. А вот трактора еще уменьшают количество рабочей силы. Правда, придется чуть больше поставить посевной площади. Но там ненамного увеличивается. Просто надо иметь это в виду. Правда, трактора не так-то легко используются. Во-первых, вот эта постройка требует уже того, чтобы вы вышли в инвесторов и чтобы вы производили вот эти машины. Неважно. В общем, вам уже надо быть надо в инвесторах. Во-вторых, вам надо тракторам создавать топливо. То есть вы подвозите нефть вот в эти заправочные станции. Тут нефть преобразовывается в топливо. Потом это топливо развозится по всем тракторным заправкам или тракторным местам. Но это стоит того. Это действительно очень большое вложение. Это даже, наверное, круче, чем электростанцию делать. Потому что электростанция увеличивает производство только в два раза ваших заводов. А трактора в три раза увеличивают производство ваших ферм. Так что... Ну, опять же, получается просто это дополнение для того, чтобы улучшить экономику при минимальных затратах. На этом все. В общем-то, вот весь обзор дополнения Anno 1800. Теперь сами решайте, что из этого вам действительно нужно. А что можно пройти мимо. Я считаю, что точно нужны все, которые дополнительные регионы вам добавляют. А остальное уже по желанию. Ну, просто потому, что в этом и интерес игры создавать цепочки. Ваши дополнения или правки, надеюсь, прочитать в комментариях. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok